Всем привет! Меня зовут Катя и сегодня я вам расскажу и покажу, как решила вот такое красивое платье. Субтитры сделал DimaTorzok Шить буду по выкройке Элины по тыквой платье Лена. В самом начале, как всегда, проверяйте проверочный квадрат, он должен быть строго, сколько заявлено. Все выкройки даны с припусками на швы и с припусками на подгиб. Где должен быть сгиб, на выкройке это будет написано. Есть метки для карманов. Полочка дана с цельнокрайенной планкой и с метками для петель под пуговицы. На выкройке карманов написано, сколько деталей нужно раскроить. На детали обтачки есть плечевые метки. Шить буду изо льна. Очень красивая ткань и очень сыпучая, а также сильно мнется, но смотрится потрясающе. На каждой детали обязательно поставьте метки изнанки, чтобы их не перепутать в процессе пошива. На обоих рукавах поставьте метки соединения с полочкой и плечевым швом. На двух деталях полочки поставьте метки для сгиба планки и втачивания рукава. Деталь спинки одна со сгибом. Четыре кармана. Не забудьте перенести все метки. Две детали юбки со сгибом. Отметьте все метки для карманов. Для обтачек раскроите дублерин. На обтачке спинки поставьте метку с середины спинки. Также нам понадобятся нитки и пуговицы. Начну я с обтачки. Соедините детали обтачки с их клеевой и хорошо прогладьте утюгом без пара. Соедините детали обтачки и состыкуйте плечевые метки. Обязательно перенесите метки, а то можно перепутать детали, как у меня и получилось. Соедините плечевые срезы из колетия булавка. Встачайте на швейной машине на расстоянии 1 см. Встачаю на швейной машине и разутюжу. Отутюжьте данные швы. Сейчас обработаю на оверлоке свободный срез планки. С помощью выкройки продублируйте метки на планке и заутюжьте по ним. Теперь обработайте плечевые швы на оверлоке и заутюжьте их. А также сразу обработайте край обтачки на оверлоке. Положите вверх платье лицом вовнутрь и изнанкой к себе. Планку разверните и соедините лицом к лицу. К краю планки приложите обтачку лицом. Получится так, что обтачка будет лицом к лицу с верхом платья. Состыкуйте плечевые швы и метки середины спинки. Скалите иголочками. Проложите строчку на швейной машине. Продолжение следует... Вот так мы потом вывернем и что у нас получится. А сейчас давайте отстрочим шов на обтачку. Сделаю это с помощью специальной лапки. Можно использовать и обычную. Шов пройдет на расстоянии 2 мм от края. Продолжение следует... Хорошо отутюжьте обтачку. На данном этапе я сделаю петли для пуговиц, я немного неудобно перенесла метки для них, вам советую наметить себе само начало петель, потому что диаметр пуговиц может быть другой, будет зависеть от того, какие пуговицы вы купите и соответственно длина петели будет также другая. Для петель у меня есть вот такая вот лапка, она автоматическая, сама рассчитывая длину петли, очень удобно. Иглу надо опустить в самое начало петли и начать шить, в моей машине можно отключить педаль и она все сделает сама, а мне можно попить чай. Петли готовы и отутюжены. Давайте втачаем рукав. Перенесите метки, состыкуйте край проймы с краем оката рукава, метки полочки и рукава, середину и плечевой шов. Припосаживая верх рукава скалите булавками, для удобства можете сметать. стачайте на швейной машине на расстоянии 1 см и обработайте данный шов на верлоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделайте то же самое и со вторым рукавом и отутюжьте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте приступим к карманам. Перенесите метки с выкройки, приложите одну деталь мешковины кармана к указанным меткам лицом к лицу и скалите булавками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проложите строчку на швейной машине ровно от метки до метки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В местах меток перпендикулярно только что сделанному щиву сделайте надсечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выверните так, чтобы отстрочить шов на деталь мешковины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделайте это сразу и на втором кармане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь приложите вторую мешковину кармана лицом к лицу к первой мешковине кармана и скалите булавками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сточайте свободный срез мешковины на швейной машине на расстоянии 1 см. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обработайте на оверлоке и отутюжьте данный шов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Края я скалю булавками, чтобы они не сместились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пока проложите две параллельные строчки для создания сборки. Для этого я поставлю длину стежка на максимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При помощи линейки или сантиметра соберите сборку нужной длины. Она указана на выкройке. Сделайте так, чтобы складки были равномерны и распределите их по всей длине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас соединю и скалю планки. И проложу строчку на расстоянии 0,5 см на швейной машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь к низу полочки приложите сборку лицом к лицу. Искалите иголочками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Истачайте на швейной машине, так, чтобы игла шла по левому шву сборки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обработайте этот край на оверлоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То же самое сделайте и со спинкой. Все швы отутюжьте. Сложите переднюю и заднюю половинки изделия лицом к лицу. Скалейте булавками, начиная от низа рукава по боковому шву до низа изделия. Четко стыкуйте все пересечения швов. Это очень важно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проложите строчку на расстоянии от лица. Один сантиметр на швейной машине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда дойдете до метки гармана, аккуратно отодвиньте его край изнутри, чтобы его не зацепить. Когда дойдете до следующей метки, верните карман на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обработайте боковой шов на верлоке. Повторите эти же самые действия и с другой стороной. Здесь сразу можно обработать низ платья и низ рукавов на верлоке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо отутюжьте. Подогните низ изделия и подшейте на швейной машине. Я буду использовать специальную лапку. Вы можете использовать обычную, путем сметывания или скалывания иголочками. Аналогичные действия сделайте и с низом рукавов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Осталось пришить пуговицы, прорезать петли и подшить шов обтачки с плечевым швом изделия. Все это я сделаю вручную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Оттутюжьте изделие на готовность. Вот такое красивое платье у нас получилось. Оно очень милое и нежное. Такое можно носить в любой сезон и на любой возраст. Может, кстати, получить очень красивый фэмили лук. Всем спасибо за просмотр. Ставьте хэштег Лена Девочки. Делитесь с нами своей красотой и отмечайте нас. До новых встреч!